В Севастополе в советские времена было немало общественных туалетов, но в 90-е приоритеты поменялись. Большинство из них оказалось в частных руках. Санитарное состояние внутренних помещений улучшилось, а вот тем туалетам, у которых не появились, владельцы повезло куда меньше. К нашим дням ни один из них не сохранился. Как правило, на их месте либо руины, либо сооружение общепита. Но надобность в общественных отхожих местах не отпала. Их очень недостаточно. Утром идешь, и вот действительно я на работу иду, допустим, выхожу на остановке, и запах угрожающий. Обязательно. Ну вот был здесь когда-то туалет. Я думаю, что нужны. Для людей это удобно, и столько населения, я думаю, да. Для тех, кто содержит платные общественные туалеты, это целый бизнес. Бесплатные же, по мнению Севастопольцев, сегодня находятся в плачевном состоянии. В не лучшем виде. Некоторые в хорошем состоянии, а некоторые, конечно же, требуют человеческого внимания. Плачевное. Очень плачевное. Даже те, которые платные туалеты, то есть иногда войти в них просто невозможно. В понедельник на брифинге исполняющий обязанности губернатора города Сергей Минейл отметил, организация общественных туалетов далеко не самый животрепещущий вопрос, который стоит перед правительством. Поэтому выделение финансовых средств на это не планируется. Практически ни в одном субъекте Российской Федерации общественных туалетов не осталось. Почему? Потому что, ну, можно сделать общественный туалет. Там, где возможность, там, где необходимость будет в общественных туалетах, они будут. Там, где нет, вот, их не будет. Потому что это очередная проблема, которую мы сами себе создадим. Вот. Общественный туалет надо содержать за счет бюджета. Да? У нас бюджета, уважаемые друзья, бюджет, я сказал, не резиновый. Бесплатные общественные туалеты – норма в цивилизованном обществе. Но у нас таковые, если и остались, то в неприглядном состоянии. А вот, чтобы воспользоваться санузлом в заведениях общественного питания, в большинстве случаев придется заплатить как минимум за чашечку кофе или чая. Святослав Данилов, Олег Ивашенко, программа «Наше время». Субтитры создавал DimaTorzok